Это деревьевая винограда. Оно длинное у нас. У нас есть еще кое-что новенькое, да, что мы хотим посадить? Это виноград плодовый Аркадия. Аркадия паровозов. Аркадий паровозов, да. Это выглядит таким образом. Вот такой больший ствол. Мы сейчас посмотрим, что это такое, как он выглядит внутри. Давайте сначала ознакомимся, что это за сорт, что они нам тут пишут. Наград плодовый Аркадия. Это столовый сорт. Подожди, давай прочитаем. Столовый сорт знаешь, что такое? Это значит, что для употребления в пище. Очень раннего срока созревания. Грозди крупные и очень крупные. Лучше до 2 килограммов, представляешь? Центроконические, с лопастями. Я, наверное, такими... Один виноград съем и уже объемся. Нет, гроздь это значит, что там много ягод. Ягоды крупные и очень крупные. 7-15 грамм. В зависимости от нагрузки, агротехники, формы разные, могут быть белые. При полном созревании возможен легкий мускатный аромат. Мякоть мясистая сочная, кожица прочная, но не толстая. Транспортабельность высокая, уровморозустойчивость до минус 21. Ну, у нас здесь редко бывает холоднее, на самом деле. Давай, ножницы вскроем, посмотрим корешки. Моя? Да, конечно, я тебе же говорю. Скрывай. Уховички вот мы не посадили, а вот виноград мы будем садить. Ну, не прям сейчас, да, у нас сейчас посмотрим, что у него там внутри. А кто у него не прям сейчас? Так, он вообще, по идее, должен быть в черном пакетике. Да, вот он, черный пакетик. Маркировка идет. Это не убирай, не убирай, там сзади еще кое-что-то есть. Очень ранний срок созревания. Одна штука саженец. Год урожая 2021. Так, это у нас здесь. Здесь у нас еще есть. Да, можно я посмотришь? Да, можно я посмотришь? Да, конечно, посмотришь. Смотри, здесь нарисованы. Что нужно сначала сделать? Надо сначала вытащить его из черного пакета. Да, правильно. Потом написано, что нужно замочить в воде на полдня. Вообще тут 2-12 часов. Это, наверное, для того, чтобы почву снять и корни размягчить. Я вообще обычно этого не делаю. Я вот снимаю, если вижу, что корни свежие, я сразу же сажаю. Сажают, топают, обильно поливают. А вот тут есть, смотри, как сохранить саженцы до посадки. Они вам что сделали? Они сделали отдельно QR-код. Мы потом прочитаем информацию и расскажем. А нам нужно еще сохранить до посадки, потому что прямо сейчас мы сажать не будем. У нас еще февраль. Хотя мы что-то посадим. Срок реализации до окончания сезона посадки. Вот они как интересно пишут. А, вот тут все написано. Хранить до посадки при температуре от 0 до плюс 2. Ну вот это у нас как раз на улице температура и есть. Допускается реализация плюс 23. Можно я распакую? Ну да, только нам, наверное, здесь понадобится. Ты думаешь, мы вас можем размотать? Мне кажется, ножницы. Можно? Тихонько, тихонько. Подожди, подожди. Вот здесь, во-первых, сатрили, видишь, она заклеена? Затем штрихоть кодиком. Подожди, подожди. Часово отклеим. Не тяни, не тяни, не тяни. Тут она по кругу заклеена. Штрихотиком заберем. Вот, запилипишь. И на пакетик приклеим. Так, подожди, подожди, не торопись. Смеленно, аккуратно. Слоем за слоем. Посмотрим, что с корнями, да? Давай, буду крутить. А ты держи. Вот так вот вверх пленку держи. А я кручу. А не, давайте, натягивай чуть-чуть. Помаленечку, потихонечку. Засыпилась. Усправляем. А, вот все, они, корешки пошли, смотри. Видишь? Что с корнями? Ну, не могу определить по винограду ничего, по корням. Они вот так вот и завернуты. Вот сюда. Вот сюда. Сюда. Да, правильно. Так, земля внутри влажная. Хорошая. Я спутала. Да, тут какой-то тор. Торф. Торф. Земля такая, торф. Вот она. Она как будто бы, как она, земля, как, этот, сейчас помню, как называется. Земля, как замерзший песок. Так, они, смотри, обрезали корешки и плотненько-плотненько все утрамбовали. Сама основание. Очень больно. Ой, я даже ногтем не еле пробиваю. Основание хорошее. Корни хорошее. Вроде бы, но ничего не вижу. И растение еще с пяточки. Поэтому опять его заворачиваем. Пяточки? Какой сейчас пяточки? Прости, еще не начало, значит. Вот что значит пяточка. Мы опять сейчас завернем. И поставим его на улице. У нас уже минуса нету. У нас днем плюс пять. А ночь около нуля. Ну, как раз у нас и должен быть на улице постоять. А после мы его посадим и обязательно покажем вам, да, какой у нас вырастет виноград Плодор и Аркадия. Это новинка номер раз. Аркадий паровозов. Да. Аркадий паровозов. Мы его так будем называть. Да. Убираем виноград Аркадий паровозов. А открываем виноград. Сейчас узнаем какой. Или это вообще не виноград. Что там написано? Виноград я один вроде бы купала только. Это у нас не виноград. Это ирга. Канадская. Аккуратно. А тут она у нас вот такая. А не так запакована, как там. Она у нас тут в пакетике, а потом сразу в черный. Плоды округло-темно-пурпурные с сизым налетом. Съедобные. Созревают в июле-августе. Так, держи. А мы пока прочитаем. Что у нас про этот сорт? А я пока распакую черный. Нет, 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 нет. Это мы будем делать над столом, иначе у нас все будет в земле. Листопадный кустарник. Высокий. От трех до пяти метров. Цветет в апреле-майе. Цветки белые или кремовые, без запаха. Потом он завязывает плоды. Съедобные и очень полезные. Которые созревают в июле-августе. То есть в конце лета. Что еще здесь интересное? Скороплодность начинает плодоносить через 2-3 года после посадки. За сухоустойчиво. Здесь тоже есть инструкция. Мне кажется, что у них все инструкции одинаковые. Абсолютно для всех растений. Все инструкции одинаковые. Но здесь не написано о том, или написано. Все саженцы у них написано, что хранить 0 плюс 2. Та же самая информация. Все то же самое. Так. Подожди, не торопись. Начинаем так же. Видишь, что штифт-кодом заклеено? Краешик. Пока ты его не отклеишь, ты не сможешь слофан раскрутить. Поэтому сначала аккуратно ему отклеить. Теперь... Мой стиль. Твой стиль. Разматывание, да? Вот так вот они заматывают. Вот эту пленку заматывают. Вот сам этот мне показали. Такой вот у него посаженный росточек. Он покорочек. Так, нет, ты вверх держи, а я буду просить. Этот покороче, дать ему винограду. Вот она уже, земля пошла. Осторожно. Тут пошла земля. Осторожно. Она тут не очень нехорошо заформирована. Вот видишь, она цепит. Вот она наша земля. Никуда показываешь, поэтому не видно. Вот чтобы видно было, нужно показать вот здесь. Вот здесь. Запомнила? Думаю, так ничего не видно. Я сейчас кучу земли. Ну, не очень лёган. Ну, небольшая кучечка. Так, смотри. Ух ты. Как интересно. Как интересно. Мама, мы сегодня ничего не будем сыграть? Нет, пока. У нас на улице ещё холодно. Смотри. Вот он, корень один идёт. А вот, смотри, что я нашла. Вот что я нашла. Смотри, кто это. Так это же первый росточек. Да, первый росточек. Всё правильно значит, саженец живой. И саженец сейчас пойдёт опять в спячку. Кстати. Не надо, не надо. Землю вытаскивать не надо. На борту сюда. Насыпай обратно. Мы сейчас опять всё это закрутим. Потом с пола поднимемся, чтобы... Всё, саженец мы сейчас обратно закрываем. Кстати, я видела... Там видно, что живой. А то даже он на краю, если посмотреть, видно. Это лукучки. Мама, осторожнее. Мама, ну ничего страшного. Крушила. Крушила, да, крушила. Всё, давай, я мы собираем. И кстати... Давай пакетик. И кстати, я... Мы когда покупали эти растения в магазине, я там проходила и видела, что они, которые... были растения, прям все в таких зелёных росточках. Да, это зависит от вида. Вот сейчас мы такой как раз и увидим. Давай последнее показываю, что у нас третий есть. Да. Это вот такой вот виноград. Он... Не виноград. Ой, да, да, да. Смотри, что у него есть. У него есть колючки. Угу. Не... Не как те. Он не в пакете, а потом в коробке. А он сразу вот такой. И ещё в коробочке. Ну, упаковка просто другая. Да. Упаковка. У него такую красивую упаковку сделали. Да. А можно я прочитаю, что тут большими буквами написано? Да, читай. Тут написано крыжовник. Да. И вот такая красивая картинка. Ягод крыжовника. Крыжовник. Уральский. Изумрук называется. Вот название у нас. Потому что он цветок... Ранеспелый. Зелёный. Что у нас тут по описанию идёт? Есть стандартная для всех крыжовников описание. Чуть-чуть другая. Другая. Скороспелость. Скороплодность, они пишут. На второй-третий год начинаем ягоды собирать. Средные. Очень-очень-очень интересные. Что ещё? Что ещё? Подоносит на любых почвах. На них выносит избытка влаги. Лучшее место солнечный участок. При затенении ягоды мельчает. И здесь вот есть отдельное описание сорта. Ранний. Средней высоты. Слабораскидистый. Густой. Степень шиповатости. Средние ягоды. Средние крупные. От трёх с половиной до семи с половиной грамм. Что ещё? Что ещё? Вкус сладкий. Кисло-сладкий. Пять баллов. Максимальная оценка. То есть очень вкусные. Универсальное значение. Зимостойкость. Средняя многолетняя урожайность. Это я не знаю. Мне это не о чём не говорит. Потому что я не знаю, сколько собираю мельчат. Вот тут снова написано крыжовник. А ещё снизу написано... А ещё снизу написано в цветок. Поменьше буквами. Так. Вот. Тут есть тоже описание. Всё так же. Всё так же. Всё знаково делается. Мы сейчас просто откроем и посмотрим. Смотрите. Вот он такой зелёненький. А при каких условиях хранения нам его интересно сейчас на улицу выносить? Около ноля. Так. В случае несоблюдения... Т-т-т-т. От ноля до плюс 20. Это реализация. А вот про хранение здесь ничего на накличке, к сожалению, не написано. Ну, я думаю, при таких же условиях он вполне выживет. Сейчас будем распаковывать. Корешки тоже посмотрим. Думаю, тут всё в порядке. Потому что он у нас стирку зелёный. Да. Уже листики прям везде. Заросли листики. Да. Стрехот мы оторвали. И давай. Крутишку опять. Подожди, подожди. Вот тут ещё кусочек. Осталось. На, давай, открути. Так. Тут тоже замыкнулись. Вот так. Вот так вот. Давай. Ой-ой-ой, колючки какие. Обкололось. Давай-давай. Это ему, чтобы его не ели животные, да? Колючки? Да. Не да, наверное. Как розы. Ох, мам, тут уже земля окажется. Да. Какая же земля, тор. Смотрите. Раз точки уже пошли. Я сказала тор. 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 Смотри, я думаю, дальше его не были распаковывать. Тут так видно, что корешки, вот они все у него живые. Все хорошие. Почва влажная. Особенно корешки, потому что его листики уже. Да, и мы обратно сейчас его заборцаем. И выстоим на улицу тоже. Ну, ему уже потребуется солнышко, потому что у него уже такая вот зелень, скорее всего, в магазине успела. А можно я расскажу инструкцию? Ну, мы же только что ее прочитали. А, там, а там другая мама. Другая, правда. Сначала его нужно опустить в воду. Угу. Подождать вот столько вот часов. От двух до двенадцати часов, чтобы размоклась вся почва. Ага, потом рвиз. Потом его надо поставить в землю, притоптать, полить и все. Или поливать его. Да, именно так мы и поступим. А пока мы его отправим отдыхать. Потому что у нас еще рано. В феврале еще рано для посадки. Вот в марте месяце мы их высадим. Наши новиночки. И покажем, что у нас еще растет. И, кстати, теперь твой соберем. Заметаем его в черную перонку обратно. И теперь просто легким движением его берем. Даже я теперь могу без мамы. Или мамы без меня. Этот жарен берем и ложим ее в коробку. Да? Кладем? Кладем. Готово. Готово. И.